Друзья, иду я сейчас с мероприятия. Это мероприятие, посвященное жертвам политических репрессий. Я снимал большой репортаж, записывал доклад, поэтому все это будет на видео, если вам интересно. Ну а сейчас я приглашаю вас немножечко пройтись со мной по улице Горького. Я пошел домой, и поэтому почему бы не показать вам улицу Горького, правда? Давайте вместе посмотрим. Погода сегодня просто летняя. В этом году как-то необычный год, конечно, выпал для меня, для всей нашей семьи. Ну, чем он необычен? В этом году мы переехали в новую квартиру, а до того, как мы переехали, мы ее ремонтировали. И у нас вот буквально весь год вот такой получился суматошный, и до сих пор еще эта суматоха какая-то продолжается. В январе у нас начался ремонт, который продолжался ровно 40 дней. Про этот ремонт я делал репортажи. Ремонт этот делался в нашей новой квартире в жилищном комплексе Турденевский квартал. И если вам интересно посмотреть, как шел этот ремонт, там буквально вот с самого начала, то есть когда квартира еще была полностью голой, были голые стены, ничего там не было. Ну и потом все вот началось. Там электрики начали свою работу, сантехники, потом там клеили обои, стелили ламинат. В общем, все эти вот работы я потихонечку, постепенно выкладывал. И вот за 40 дней квартиру полностью сделали. Потом я снял еще два видео, которые назвал дневник ремонта Финал, когда я показываю всю квартиру, именно вот рассказываю, где, что сделано, почему сделано, почему купили это, а не то. Рассказываю, где мы купили. И еще одно видео было, которое называется дневник ремонта Итоги. Там я рассказываю именно, как наш ремонт вылился в деньги, во сколько он нам обошелся. Приводится она по порядок, обрезаются лишние ветки вот такими вот дулками. Я их называю в шутку дулка, потому что это такое устройство, вот оно выдувает струю воздуха и мусор можно гнать, как говорится, туда, куда желает вот оператор этой дулки. Вот сейчас я иду мимо летней эстрады. Справа от меня будет поворот к фонтанам, в Центральной площади. Сегодня там тоже было утром мероприятия. Фонтаны работают. Осеннее Анапа, тихое. Да, если бы вот некие шумы, которые издает дулка. Вот. А так, конечно, тихо, спокойно, безмятежно. Так вот, я продолжаю свой рассказ. И так вот, когда ремонт в нашей квартире был сделан, мы стали наполнять ее, потому что нужно было покупать какие-то кровати, мебель, в общем. И вот мы постоянно ходили в магазины, выбирали все, где что купить, покупали. Я потом эту мебель собирал и тоже делал видео, вот, допустим, как мы вместе с Машей собирали ее двухэтажный диван. Вот есть у меня такое видео. Что еще? Ну, вот, это тоже заняло достаточно много времени. В мае мы переехали. Ну, это была тоже целая операция такая, потому что нужно было перевезти такие громоздкие вещи, как шкаф платяной. Вот. И, ну, вот, вид на центральную площадь, на каскад фонтанов. Так вот, друзья, ну, а это вот парк 30-летия Победы. Виден вход на пляж, море виднеется кусочек, шляпа знаменитая анапская, называют его памятник шляпе. Ну, музыка звучит, аттракционы некоторые работают. Вот. Ну, я продолжаю свое движение по улице Горького. Ну, я, наверное, сейчас верну на тротуар, потому что здесь как-то не очень все ветки режут старые. Ну, коммунальщики молодцы, работают. Вот. И вот, значит, когда мы были готовы к переезду, в мае это случилось, и мы переехали. Ну, я сказал, что необходимо было перевезти некоторые громоздкие вещи, в частности, пианино. Как это все было, я тоже снимал, показывал. Мы там такого нашли богатыря. Вернее, двух богатырей, которые пианино-кубань вдвоем на ремнях, вот, как пушинку. Взяли и понесли, как говорится. Вот. Как только мы эти вещи перевезли, мы переехали. И в мае у нас был переезд в новую квартиру. Ну, и стали ремонтировать старую. Вот. Тоже я целую серию видео снял, как мы ремонтировали нашу старую квартиру. Причем, сами это делали. Мы сначала, конечно, хотели обратиться за помощью к профессиональным ремонтникам. Вот. Пригласили одного. Ну, послушали его, во сколько это все обойдется. Решили, ну, как бы, начать с малого, попробовать хотя бы. Начали обдирать обои. И, знаете, как-то втянулись, обои ободрали. И дети участвовали. Я тоже, кстати, снимал об этом видео. Можете найти, как это у нас обдирка обоев шла. Ободрали мы эти обои и решили дальше продолжить. То есть мы потолки там, значит, в порядок приводили, белили. Кстати, пришлось менять полностью электропроводку. Полностью. По всей квартире. Всю разводку мы меняли. Обращались за помощью к электрику, частнику. Вот. И я о нем рассказывал и рекомендовал даже, когда... Сейчас быстро прохожу, потому что музыка, она всегда мешает. Вот. И... Справился он прекрасно со своей работой, быстро работал. Вот. Ну, а потом мы, вот я говорю, начали дальше все доделывать. Вот. Когда квартира была уже сделана, ну, начали ее наполнять, опять же, вещами. Нужно было... Во-первых, дверь поменяли, поставили кондиционер, купили холодильник, купили мебель, стенку, комоды, какие-то шкафы, прихожую, входную дверь поменяли, да, я уже говорил. Вот. Все это вот, все это, конечно, выливалось в определенные суммы. Пришлось брать кредит. Сбербанки, которые сейчас приходится выплачивать, конечно. Ну, и вот, до середины июля мы продолжали этот ремонт. Вот. Конечно, пока мы делали ремонт, пока покупали вещи в эту старую квартиру, про новую мы, в общем-то, и не вспоминали в новой, ничего не делали. У нас и сейчас там в новой квартире многое чего не хватает. Нужны еще шкафы, шкафы под одежду, нужны стеллажи под книги. Книги у нас сейчас тоже просто лежат навалом, как говорится, в куче, сложенные в углу. Ну, а вчера мы занимались кухней. Тоже вот купили кухню. Сейчас мы пользуемся пока электрической плиткой, но вчера я сам, вчера я сам своими руками пилил столешницу под мойку и под варочную панель. Сначала тоже хотели обратиться за помощью к специалистам, потом Наташа говорит, да ты и сам сможешь. Тем более у нас возле торгового комплекса пирамида есть прекрасный прокат инструментов. Вчера я взял электролобзик Макита, купил два полотна. Прокат стоит 200 рублей сутки и тысячу рублей в залог там надо оставить и иметь, конечно, местную прописку. Лицо Гребенскую я сейчас пересекаю. Вот так она осенью выглядит. Я продолжаю свое движение по улице Горького и дойду до центрального рынка и там свою трансляцию, вернее, свой репортаж закончу. Я иду домой. Ну и к чему я это все говорю про этот вот наш суматошный такой год очень, конечно, необычный для меня, потому что я за всю свою жизнь предыдущую столько не делал покупок, а тут пришлось покупать и ванны, и унитазы, и всякие раковины, и кровати, и диваны, и столы, и стулья, то есть полностью обзаводиться хозяйством. Причем для двух квартир нужно было покупать все. Сначала одну обустраивали, обставляли, потом вторую квартиру. даже что-то в мелочах и то приходилось покупать вот второй экземпляр, то есть второй утюг, вторую гладильную доску, какие-то сковороды нужно было покупать, тарелки, кружки, даже бокалы. А почему мы покупаем во вторую квартиру? Мы потому что ее летом пытались сдавать. Ну, конечно, было неудачно, потому что люди, которые сдают квартиры, они уже свою клиентуру, как говорится, своих постояльцев имеют давно, и люди просто приезжают уже куда-то, да, уже, как говорится, где отдыхали до этого. У нас такого не было. Я через Авито, через свой сайт, через вот YouTube, и, в принципе, как-то так получилось, что все, кто отдыхали в нашей квартире, все мои подписчики, вот, все как-то обо мне узнавали, поэтому вот жили. И сейчас у нас там тоже живут люди, которые на длительный срок сняли, ну, не знаю, по крайней мере до мая. До мая они будут жить, вот, поэтому сейчас у нас как-то голова не болит с поиском постояльцев. Вот, живут люди и слава Богу. Вот, и вот сейчас нужно новую квартиру в порядок приводить, вот, с кухней закончить. Я закончил свой рассказ тем, что я обрезал столешницу под мойку и под варочную панель. в общем-то, получилось неплохо. Вот, сегодня Наташа должна унести взятый вот на прокат электролобзик. Ну, и дальше будем заниматься. Вот, приехали, так что кто-то еще приезжает. там целая группа детей, может быть, это спортсмены, может быть, еще кто-то. Ну, вот, приехали на автобусе, вот, автобус подошел, выгружаются, видимо, пошли куда-то в отель отдыхающие. Так что в Анапе хорошая погода. Я представляю, сейчас, если люди приехали откуда-то или там, допустим, прилетели, то так-так-так, зеленый горит, пока шум надо пройти быстро. Ну, вот, автовокзал слева от меня и я сейчас захожу на территорию центрального рынка надо. Ну, я на сам рынок не пойду, пройду только скажем, по его краю. Ну, те, кто смотрит мои видео, постоянно прошу оценить, писать комментарии, вопросы. Мой канал о жизни в Анапе, о переезде в Анапу. Я напоминаю, что я переехал в Анапу четыре года назад, поэтому у меня уже есть опыт жизни в Анапе, опыт адаптации, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Опыт покупки квартир, опыт ремонта, опыт, так скажем, налаживания отношений с людьми, опыт общения, в частности, с казаками, с интересными просто людьми, с поэтами, писателями. везде я бываю, беру с собой камеру, снимаю мероприятия, каких только мероприятий у меня не было, очень много всяких мероприятий, поэтому, я думаю, интересно будет познакомиться, поэтому, кто впервые зашел на мой канал, и кому интересна жизнь в городе, курорте Анапа, ставь, вернее, подписывайтесь на канал, кто подписался на канал, нажмите на значок колокольчика, вот, таким образом, вы будете получать уведомления о выходе новых видео, вот, тихо, тихо в Анапе, я вот сейчас даже говорю, так, в полголоса, и то кажется, что мой голос, он звучит, так вот, и очень хорошо слышен, тем лучше, значит, не надо никаких усилителей, все, у меня прекрасно слышно, поэтому, друзья, пишите, пишите свои комментарии, вопросы, я просматриваю все комментарии, вот магазин Агрокомплекс, и я так сейчас дойду, наверное, до до редакции газеты Анапа, и может быть, возьму для себя бесплатный экземпляр, они обычно раздают эти газеты бесплатно, да, по такой погоде всегда приятно прогуляться, я знаю, что сейчас, конечно, на море благодать, но вот, так как я то на мероприятии, то вот этот ремонт, конечно, не успеваешь насладиться, я вот и начал свой сегодняшний рассказ с того, что слишком такой был необычный год, и по тому, что, вообще, по впечатлениям, по каким-то хлопотам, вот, но я думаю, следующий год будет более, дай бог, чтобы он был более спокойным, когда уже жизнь наша войдет в привычное русло, когда можно будет в любой день сесть на велосипед и поехать на море, так что много будет интересного еще, друзья мои, подписывайтесь, оставайтесь на канале, смотрите другие мои видео, я очень много уже снял, на моем канале свыше 1800 видеороликов, которые рассказывают не только о жизни здесь в Анапе, но и о жизни моей до переезда, то есть, я, когда жил в Чите, я тоже снимал и тоже все это хранится на моем канале, посмотреть можно в плейлисте, который так и называется Чита, Забайкалья, какие-то видео о семье, в плейлисте, который так и называется семья личная, если что-то вас интересует о казаках, анапских казаках или о забайкальских, у меня существует два специальных плейлиста, один так и называется казаки в Анапе, а второй казаки в Забайкалье, есть плейлист музыкальная Анапа, где я выкладываю какие-то концерты, вот сегодня, кстати, был концерт интересный тоже в доме культуры, культуры Родина, я впервые в детстве жизни услышал песню заключенного ГУЛАГа, сегодня же день политических памяти жертв политических репрессий, и вот такую песню хор исполнил, вот, интересная, конечно, песня, удивительные слова, очень печальные, и я попробую выложить это на вот своем канале СТР Альбатрос, поэтому вот такой плейлист есть у меня есть, у меня плейлист православная Анапа, вот сегодня было утром тоже мероприятие, в 10 часов я ходил, тоже снимал, и вы тоже его увидите, посмотрите, я и ссылку вам дам, был молебен на центральной площади возле администрации, площадь носит название Свято-Осиевская, и вот у часовни святого пророка Осии был как раз молебен, посвященный вот этому памятному дню, и вы тоже можете его увидеть, тоже присутствовали казаки, прихожане, храма святого великого Ануфрия, ну, в общем, вот такой у меня есть плейлист, и тоже там очень много, там крестные ходы, какие-то мероприятия церковного плана, ну, конечно, просто посещение моих различных анапских церквей, так что тоже там много для себя можете найти интересного, кроме того, друзья, это еще не все, вы можете нажав на слово еще, вот те, кто сейчас сидят, те, кто сейчас сидит, вот, у вас там и пользуется значит, системой Windows, да, и в частности, хромом, да, браузером, хром, да, в общем-то, и в любом браузере эти опции проглядываются, вот, вы можете нажать слово еще, вот, посмотрите внимательно, вот, покрутите мышкой, немножечко отведите, значит, плеер YouTube вверх, а внизу вы увидите слово еще, так вот, нажав слово еще, откроется меню, а в меню вы увидите описание этого ролика и призывы, значит, присоединиться к партнерской сети GT Russia, которая монетизирует мои видео, вот, если вы занимаетесь видео, тоже можете присоединиться по моей ссылке, увидите ссылки на социальные сети, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Telegram, даже есть такой у меня канал, вот, поэтому там вы можете тоже встать, ну, вот, редакция газеты Анапа, но нет, здесь сегодня газеты не выложили бесплатные, поэтому я прохожу, как говорится, не солоно, хлебавши, вот, вот, к почтовому отделению подхожу, которое, надеюсь, скоро отремонтируют, и я здесь снова буду получать свои посылки с Алиэкспресс, кстати, у меня есть плейлист покупки на Алиэкспресс, вот, вот эта почта, я думаю, оно преобразится, будет светлым, красивым, и сюда будет приятно приходить, но, тем не менее, тем временем я подхожу к улице Пролетарская, это улица, по которой мы обычно и я ходим на море, вот, если пойти налево, то на море попадешь, ну, я пойду направо, я пойду направо, мимо детской площадки, мимо детской площадки, потом сверну на улицу Терская и пройду мимо своего старого дома, вот, вот, да, погода, конечно, сегодня просто замечательная, приятно по такой погоде ходить, летняя просто погода, представляю, как сейчас на море, на море, вот, я сейчас краем глаза увидел, что физкультура идет в пятой школе, вот, за этим забором, который справа, пятая школа расположена, находится и сегодня как раз у Маши, у моей физкультуры и, наверное, может быть, она там и бегает на физкультуре, день сегодня хороший, поэтому дети занимаются на улице, конечно же, в майках, в шортах, в кроссовках, я сейчас подниму руку, но навряд ли кто увидит, вот, ну, осень, осень вступает в свои права и как-то мы с Машей шли, когда по этой улице вот у меня, кстати, в трейлере канала стоит это видео, называется самое позитивное видео, мы с Машей тоже возвращаемся с прогулки, так, мы с Машей возвращаемся с прогулки и вот идем по этой улице и тут буквально каждый, каждый метр радует, то розы растут, то еще какие-то цветы, то листики красивые, вот, все это я снимаю, действительно, получилось очень красивое видео, так что, можете посмотреть трейлер канала, небо сегодня чистое, облачка такие, очень редкие, вот сейчас видно на небе редкие облачка, вот, красивые тоже, просто такие бордовые, красные листья, то ли это, ну, какой-то вьюн, не знаю, как называется здесь вот еще есть цветы, смотришь на это все и, конечно, радуешься, потому что живешь в таком замечательном месте, как Анапа, ну, просто лето, 30 октября, а на улице лето, ну, это здорово, хотя сейчас уже в России вот, допустим, тоже какой-то куст цветет, как он называется, я даже не знаю, стручки, как у гороха, и такие сиреневые цветочки, на такие дома тоже приятно смотреть, старые анапские дома, ну, вот так вот, не спеша, я и дошел до своего старого дома, сейчас еще буквально 10 минут, и я уже я уже буду у своего нового дома в ЖК Тургеневский квартал, ну, вот даже смотришь так вот, ну, все зелено, и не скажешь, что осень, сейчас я, вот как тут вот преобразилась вот эта пристройка, вот ее как красиво сделали, ну, сейчас немножечко прервусь и в почтовый ящик загляну, так, ничего в ящике нет, так, здесь у нас кто-то делает ремонт и мусор вы вынесли, ну, я двигаюсь дальше, вот уже Тургеневский квартал показался, ящик загляну, Там кошка какая сидит, намывает гостей. Друзья, здесь я закончу сегодняшнюю прогулку. Мы прошли с вами по улице Горького, по улице Горького до Пролетарской, и потом прошлись по Терской, мимо моего старого дома. И вот здесь, на перекрестке Крестьянская-Крымская, я свой репортаж заканчиваю. Еще раз говорю, подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok